ТОММИ АТКИНС МЕДИА ПРЕДСТАВЛЯЕТ БРЕН И ДРУГИЕ ЛЕГКИЕ ПУЛЕМЁТЫ Часть первая. Этот пулемёт представляет собой настоящую революцию в развитии оружия. Пулемёт «Максим» 1883 года был первым успешным оружием, которое не требовалось перезаряжать вручную. Он перезаряжался автоматически, используя энергию, разорвавшуюся снаряда. Пулемёт заряжался с ленты с этой стороны, а стрелку оставалось только взвести курук. Оружие продолжает стрелять до тех пор, пока вы не уберёте палец крючка или пока не кончатся боеприпасы. Поскольку оружие сильно нагревалось, ствол окружал специальный кожух. В него заливалось 5-6 пинт воды. И вода в итоге закипала после 100 выстрелов. Так что даже несмотря на водяной кожух, оружие сильно нагревалось. Его существенным преимуществом был размер. Если «Гатлинг» или «Норденфельд» требовалось нести 4-5 людям, либо катить на запряжённой повозке, то его мог вести один человек. И ещё один нёс треногу и пару лент с боеприпасами. При этом у вас было самовзводное оружие, способное сделать 600 выстрелов в минуту. Это, в сущности, промежуточная модель 1885 года, которая раньше активно демонстрировалась по всему миру и немедленно раскупалась. На тот момент это было самое разрушительное оружие, не имевшее аналогов. Различные модификации пулемёта «Максим» попали во все ведущие армии мира. В Германии его приняли на вооружение как модель МГ-08. В Англии мы слегка переделали его в пулемёт «Виккерс». Конкретно это оружие использует 450-й патрон на чёрном порохе, который был стандартным винтовочным патроном того времени. Конечно, его не сравнить с бездымным порохом, но всё же он был весьма эффективен. Во время знаменитой демонстрации в Гайдпарке «Максим» выкатил это оружие перед китайской делегацией и срубил дуб в пулемётной очереди. По сути, они разработали его случайно. «Максим» работал в Америке над лампой накаливания, но Эдисон вынудил его продать патенты. Он переехал в Европу, и там кто-то случайно сказал ему, «Если хочешь заработать денег, придумай нечто такое, что позволит европейцам убивать друг друга с большей эффективностью». И он явил миру вот это. Это пулемёт «Энфилд» на базе «Максима». Датируется 1899 годом, когда они стали выпускать его на государственной оружейной фабрике. Это первое оружие калибра 303 на основе бездымного пороха вместо чёрного. Бездымный порох имел значительное преимущество. Он был более мощным, и это оружие перезаряжалось за счёт энергии отдачи, которая выбрасывала старый патрон и досылала в комору новый. Они нашли широкое применение в Южно-Африканских войнах в качестве бригадного орудия. На целую бригаду было один или два. Их было очень мало в целой армии, и войска очень ценили эффективность этого оружия. В итоге они стали спускаться на уровень полка. Стало по два-три орудия на полк для поддержки пехоты. Вот то, что они называли парапетным креплением. Оно использовалось для размещения на закрытой огневой позиции. У оружия был широкий спектр огня и обзор 2800 метров, что составляет предел дальности для 303-го калибра. Поражать одиночные цели было невозможно, но против крупных скоплений войск, кавалерий, артиллерийских расчетов можно было уверенно посылать очередь в общую массу, не давая им высовывать головы, что позволяло вашим войскам идти вперед. На меньших расстояниях пулеметы были невероятно эффективны. При скоростной стрельности 500-600 выстрелов в минуту они легко могли смести кого угодно с расстояния 200-300 ярдов. Во время Первой мировой войны немцы приняли на вооружение нечто похожее. Пулемет МГ-08, из которого было убито сотни тысяч войск-союзников. Британцы были первой нацией, принявшей на вооружение пулемет Максим, но более всего он прославился как раз у немцев. Благодаря вот этой версии, МГ-08, которую называли «дьявольской кистью» или «мрачным жнецом». Это дает нам представление о том, какая репутация у него была среди солдат-союзников. По сравнению с другими орудиями, у него довольно малая плотность огня, 450 выстрелов в минуту. Но все же это прекрасное оружие своего типа, способное выпускать по 4-6 пуль в секунду. Немцы буквально сметали целые батальоны британцев и французов, пытавшихся в начале войны пройти через пулеметные расчеты. В отличие от британцев и французов, у которых этих пулеметов поначалу было мало, у немцев пулеметные батальоны были с самого начала, и они расставляли по 30-40 таких пулеметов через каждые 2 мили. Так что прорваться к траншеям было практически невозможно. Немцы использовали своеобразное крепление. Выглядит оно неказисто, но в действительности было очень эффективно. Его можно было установить прямо в грязи и закрепить на нем орудие с помощью двух человек. У этого пулемета был оптический прицел, для ведения огня на дальнее расстояние до двух тысяч метров. Проблема этих пулеметов была в том, что они были в зафиксированных позициях и с трудом смещались. Поэтому, открыв огонь по противнику, вы тут же попадали под встречный огонь его снайперов и пулеметчиков. В начале войны у немцев появилось вот это. Броня для пулеметчика. Это просто стальная пластина, и весит она немало. Она не придает мобильности, и головой особенно не покрутишь. Однако она дает определенную защиту. Она достаточно толстая, чтобы остановить осколки гранат и даже отразить пулю 303-го калибра с парой сотен ярдов. Если бы мне пришлось выбирать, то я бы отказался от брони и предпочел бы нырять вниз быстрее при обстреле неприятеля. Пулемет «Викерс». Когда немцы приняли на вооружение МГ-8, который был стандартным пулеметом, разработанным Хайромом Максимом, британцы приняли на вооружение эту его модификацию, названную пулеметом «Викерс». Принцип действия здесь сохраняется тот же. Главное отличие от проекта «Максима» заключается в глубине затворного механизма. На «Викерсе» затворная рама уходит вверх, в то время как в стандартном «Максиме» вниз. Это позволяло уменьшить высоту затворной рамы на 2 дюйма. Когда вы стреляете, сила отдачи направлена назад, и ствольная рама полностью отъезжает назад примерно на дюйм. После чего пружина выталкивает ее вперед, следующий патрон попадает в казну, затем, со звуком щелчка, он проходит вперед, и из ленты выскакивает новый патрон и попадает в патронник. Протолкнув ствол вперед, можно увидеть, как механизм возвращается в исходное положение. Давление пружины довольно сильное. На этом этапе затвор двигается дальше, затем пружинит вперед и завершает цикл. Оружие заряжается с ленты, которая проходит через него. Вы можете видеть, как патрон попадает в приемник сверху. Здесь затвор проходит вперед, захватывает обод патрона, отводит его назад, сбрасывает вниз и досылает его в патронник ствола здесь. И он выстрелит, стоит нажать на спусковой крючок. Сама операция довольно проста. Затвор идет вперед, захватывает патрон, отводит его назад и сбрасывает. Тяга, работающая на энергии отдачи, захватывает в подаватель новый патрон. Когда затвор снова идет вперед за новым патроном, предыдущий уже отправляется в патронник. Оружие затворяется, и если будет выстрел, сила отдачи отведет затвор обратно, и в это время с задней стороны пулемета будет выброшена пустая гильза. А тяга отправит в подаватель очередной патрон. И этот цикл повторяется до тех пор, пока есть боеприпасы, и пока вы держите палец на спусковом крючке. Этот пулемет одна из поздних моделей с гладким водяным кожухом, у которого есть покрытие, предохраняющее руки стрелка. У ранних моделей кожух было репленным, но от этого отказались в целях экономии времени. Изначально у итальянцев было по четыре таких орудия в своих подразделениях, но вскоре они сформировали пять полков, которых было 48 пулеметов на батальон. То были пулеметные полки, которые осуществляли поддержку армии. Установка пулемета «Виккерс». Его можно установить настолько быстро, насколько профессионально работает команда. Во время Первой мировой такие пулеметы обычно использовались для прикрытия наступающих войск. Водяной шланг впереди является охлаждающим устройством. Вообще, после расстрела двух лент по 500 патронов, вода в кожухе закипала и выходила с паром через паровую отдушину вот здесь. Во время окопной войны поднимающийся пар мог выдать положение пулемета. Что касается кампании в пустыне на Врежнем Востоке в начале Первой мировой, и особенно во время Второй мировой, где воды было мало, пустынным крысам приходилось конденсировать испарявшуюся воду, и потом опять заливать ее обратно в кожух, и цикл повторялся. Технология обращения с ним та же, что и с пулеметом Максим. Он стреляет 303-м британским патроном, стандартным патроном для Брена и четвертой модели. Здесь все в точности, как в Максиме. Лента пропускается через казенную часть, нужно дослать патрон в патронник, и оружие готово к бою. Прицелы, рассчитанные на 2900 ярдов, настраиваются этим колесиком, который вращается на шарнирах. Большинство стрелков устанавливали его на жесткую треногу и стреляли рассеянным методом. Выстреливали небольшую очередь, затем смещали линию огня по фронту и снова стреляли. Так можно расстреливать приближающиеся войска. Стрельба в щадячей позиции позволяет спокойно смотреть через прицел. Затем остается нажать пальцем на курок. Вот и все. В отличие от Льюисов, легких орудий эти устойчивые и надежные. можно продолжать стрелять, не боясь, что они перегреются. И пока вы держите палец на крючке, он будет продолжать стрелять. Был один случай, когда солдат сделал порядка 350 тысяч выстрелов из одного орудия, просто скрепляя пулеметные ленты между собой и обеспечивая таким образом беспрерывный огонь. И пулемет оказался очень надежным орудиям. Когда началась Первая мировая, у немцев были свои модели пулеметов Максим. Британцы приняли на вооружение Виккерс, а французы оставались верны своим, несколько уступавшим по качеству Хочкисом. В отличие от пулеметов британцев и немцев, в нем используется воздушное охлаждение. Вот эти большие клапаны используются для того, чтобы снижать жар. Но если из Виккерса или Максима с водным охлаждением можно было без проблем выстреливать по тысяче патронов, просто соединяя ленты, то Хочкис уже после сотни становился таким горячим, что огонь приходилось прекращать и ждать, пока он охладится естественным образом. Там, где немцы и британцы использовали ленты по 250 патронов, французы использовали обоймы на 25-30. Они стреляли 8-миллиметровым патроном Лебела, стандартным патроном того времени. Но даже расстреляв обойму в 25 патронов, приходилось ждать какое-то время, пока он остынет. Американцы до этого принимали их на вооружение, когда впервые прибыли во Францию. Там, пока они ждали поставок водоохлаждаемого пулемета Браунинг 1919, им пришлось закупить много французского оружия. Они использовали винтовки Шошо, мы еще увидим их, а также вот это. Они сохранились на вооружении у французов вплоть до начала Второй мировой. И, как я и сказал, они были высокого о них мнения. Однако нехватка сменных стволов и недостаток охлаждаемости деталей означало, что это был неполноценный пулемет, в то время как немцы приняли на вооружение Максим 08. Австрийские же союзники использовали принципиально другое оружие. Шварцлос использовал калибра Маузер 8 мм. Внешне он очень похож на пулемет Максим. Очень массивный водяной кожух, крупная казенная часть, взводный курок такой же как у Максима. Вообще это уникальное оружие, единственный нарезной пулемет, которым не было нормально затворяем казны. То есть там был механизм, который закрывал казну вот тут. Подвижная часть ствола, будь то двойное соединение Виккерса, выпадающий механизм как у Максима или колесный стопор как в МГ-42, везде используется легкий затвор и принцип механизма, когда при выстреле патрона казна затворена, пока давление газа не снизится до тех пор, пока не будет безопасно отворять казну. И тогда сочетание газа и механического усилия патрона, отлетающего назад от силы отдачи, разблокирует казну, позволяя механизмам двигаться назад. Этот австрийский Шварц-Лос такой тяжелый исключительно из-за массивного затворного механизма, который всегда затворен, находясь в небезопасном состоянии. После того, как пуля покидает ствол, энергия отдачи патрона отбрасывает его назад казну, как в пистолетах-пулеметах, где используется тот же принцип. Затвор отводится назад, выбрасывая гильзу и протягивая дальше патронную ленту через прорезь. Отличительной чертой этого оружия является длина его ствола. Всего 16 дюймов, гораздо короче, чем у других пулеметов такого типа. Поэтому при стрельбе получается большая вспышка. Единственная причина, по которой ствол 16 дюймов, в том, что он работает на системе инерции, а не на газоотводной. Если пуля будет проходить более 17 дюймов, то она будет все еще находиться в стволе, пока давление будет на максимуме, что может привести к взрыву. Так что для такого типа оружия малая длина ствола это преимущество. И пламя-гаситель отлично работал. Австрийцы использовали его на протяжении всей Первой мировой войны. Он побыл на вооружении германской армии в межвоенные годы, а в начале Второй мировой его переделали в Веремонт. И несмотря на этот специфический, очевидно, не слишком безопасный дизайн, он прослужил долгую службу. Еще одной силой, которая приняла на вооружение стандартный пулемет Максима, были, конечно, русские. Конкретно это оружие было сделано в 1934 году и состояло на вооружении в течение всей Второй мировой. Калибр 7,62 был стандартным русским патроном тех времен, и он до сих пор применяется в российских ленточных пулеметах. Лента проходит внутрь через обвод, все патроны направлены в сторону приклада. После того, как оружие взводится, первый патрон попадает в казну, и нужно передернуть затворную раму, чтобы боеприпас прошел далее в ствольную коробку. Затем нужно еще раз передернуть механическую рукоятку, и оружие готово к бою. Чтобы перевести в режим автоматическую огню, просто переведите вверх урок. Русский пулемет Максима работал по тому же принципу, что и пулемет Хайрома Максима. Это по сути одно и то же. Вот, собственно, пример одного из первых таких орудий. Внутри у него механизм, который пропускает ленту через казенную часть оружия. А это кольт 1895, также известный как картофелекопалка. Он был принят на вооружение американской армии, хотя не получил широкого распространения. Тем не менее, он примечательен во многих отношениях, в том числе и тем, что это первое автоматическое оружие, созданное Джоном Мозесом Браунингом. А это имя мы услышим не раз. Браунинг был одним из величайших конструкторов огнестрельного оружия в истории. К началу Второй мировой все оружие, которым пользовались службы, за исключением винтовки Гарант, было оружием Браунинга. У него были сотни патентов. Он разработал винтовку Винчестер, Кольт 1911, пулемет модели 1919, Браунинг 50-го калибра и так далее. Это довольно уникальный проект, который, в отличие от остальных видов оружия, работал на основе силы отдачи, за счет которой отбрасывался ствол назад, отворялась казна, досылался патрон в патронник. Когда патрон покидает ствол, давление газа воздействует на рычаг, который отходит назад, и затем под давлением пружины вылетает вперед, затем возвращается, и новый патрон отправляется в патронник, и оружие снова стреляет. Он разработал его на основе более раннего проекта самозарядной винтовки, которая, по сути, была обычным винчестером с рычажным затвором и диском со стержнем возле дула. Энергия от водных газов вращала этот диск, и таким образом оружие перезаряжалось. Его называют картофелекопалкой за вертикально расположенный рычаг затвора. В то время была машина, в которой фермеры пололи грядки, а если пулемет остановить слишком низко, то этот рычаг буквально начинал полоть землю под собой, и его прозвали за это картофелекопалкой. Изначально использовался калибр 30-40, который являлся стандартным патроном на вооружение американцев. И когда они приняли на вооружение патрон 30-06 для винтовки Спрингфилд, эти тоже пришлось переделывать под этот патрон. Как я сказал, это оружие было не слишком успешным, но выдающимся, став одним из этапов Браунинга на пути к величию. Приняв на вооружение картофелекопалку, американцы не были ей во всем довольны. Это был добротный проект, но отнюдь не блестящий. И Браунинг вернулся к чертежам и в итоге представил один из самых выдающихся проектов пулемета. Модель 1917. Это водоохлаждаемый пулемет. Как видите, он во многом похож на Виккерс или на МГ-08. Похоже в одинаковых, похожий размер ствольной коробки, но абсолютно другой принцип. Он работал не на энергии газов, это был просто механизм на основе отдачи. Здесь прямая рама затвора. Это принцип так называемого короткого хода. Суть в том, что когда вы производите выстрел, патрон разрывается и энергия отдачи толкает механизм. Ствол отходит назад примерно на четверть дюйма, останавливается примерно на этом уровне, затем выходит затвор и отворяется казенная часть. После чего пружина подхватывает новый патрон, досылает его в патронник и оружие снова стреляет. Это весьма компактная система. оружие сравнительно мало весело для того времени и было невероятно надежным. Можно было производить 650 выстрелов в минуту. Использовался патрон калибра 30-06. Как видите, этот экземпляр монтировался на треногу, но их также устанавливали на машины. Лента была из сукна, как и у большинства его современников. модель 1917 являлась одним из лучших пулеметов, состоящих на вооружении много лет именно в таком виде, с водяным кожухом. Во время Второй мировой этот водяной кожух был заменен на воздушно-охлаждаемый футляр, и он стал моделью 1919 30-го калибра. Этот пулемет использовался на Корейской войне и вплоть до войны во Вьетнаме. Некоторые состоят на вооружении до сих пор. Это тоже оружие, что было на борту спидфайеров и служило американским и британским армиям во время Второй мировой войны. Это легкий пулемет Льюиса, вероятно, лучший из легких пулеметов времен Первой мировой. В стандартном британском образце использовался магазин на 47 патронов 303-го калибра, который вначале крепился сверху, вот так. Здесь необычный тип пружины. Это возвратная пружина в открытом затворе, что весьма интересно. Охлаждающий футляр с алюминиевыми клапанами, который идёт вдоль ствола, не похож на те, что есть в Максиме и Виккарсе. Это не статичное оружие, оно весит порядка 12 килограммов, и его создавали для мобильного передвижения и стрельбы короткими очередями. Механизм здесь очень простой. Он работает за счёт энергии отводных газов и будет стрелять до тех пор, пока не кончатся патроны, или вы не уберёте палец с крючка. Пулемёт Рьюиса, выпускавшийся в период Первой мировой войны, несколько отличался от обычного. Стандартный дисковый магазин на 47 патронов, авиационный прицел, использовавшийся для защиты от нападений с воздуха. Главным отличием этого образца от стандартного орудия является то, что это камера. Вообще её разработали для тренировки стрелков в летных школах. В этом ящике находится катушка с лентой. И когда якобы вражеский самолёт атаковал самолёт разведчик, стрелок должен был делать фотографии, чтобы как бы имитировать прицеливание во врага. Полюмитель Юиса используется дисковый магазин с винтовочными патронами калибра 303. Внутри здесь винтовая спираль, которая захватывает наконеченький пуль. Вы просто заряжаете патроны в магазинный диск, проворачивая его. Пока не зарядите все 47 патронов. Если привыкнуть, это не самое скучное занятие. На западном фронте заряжание магазинов было основной работой для пулеметных групп. Заряжание занимало порядка минуты, в то время как разрядить его можно было секунд за 6. А сейчас я собираюсь показать, как его обычно чистили. Прежде всего, нужно отделить магазин, затем проверить оружие и вычистить его. Отделить приклад, после чего снять верхний кожух, убедившись, что все механизмы установлены правильно и не загрязнены. Потом снимается крышка ствольной коробки, снимается пружина, разбирается взводный механизм, после чего снимается затвор и пневматическая пружина. Иногда разбирать, проверять, чтобы оружие не было загрязнено, а затем собирать его приходилось прямо в боевых условиях. А для фанатов армии времен дедов здесь у нас есть не снискавшая популярность и натяжная пружина. И она служит для того, чтобы досылать патрон в патронник. Если эту деталь убрать, то оружие невозможно будет заряжать, а если оно уже заряжено, то не сможет нормально работать. Стреляет с открытого затвора. Вы нажимаете на слосковой крючок, затворная рама идет вперед и досылает патрон из дискового магазина в патронник. Оно удивительно надежно. С дисковым магазином на 47 патронов оно весит 12 килограммов, что было гораздо легче, чем что-либо доступное в то время. Да и объем магазина был вполне сносный, чтобы использовать в наступлении, стреляя с бедра или с сошки. Тогда оно походило на тяжелые пулеметы. С поправкой на меньшие очереди ввиду проблем с охлаждением. На тот момент время, уходившее на выпуск 7-8 пулеметов Льюиса, позволяло выпустить один Викерс. И хотя заменить Викерс на уровне подразделения ему было не суждено, рота с двумя такими орудиями и группой людей с магазинами вполне могла обеспечить себе собственную огневую поддержку на нечейной территории. МГ-08-15 По сути, это средний пулемет Максима. Как видите, у него все еще присутствует водяной кожух, который заливалось 3-4 пинты воды. Хотя кожух был меньше в диаметре, чтобы уменьшить вес орудия. Некоторые механизмы упрощены, опять же, чтобы снизить вес. Как видите, они сместили спусковой крючок к пистолетной рукоятке внизу, а собственник заменили прикладом. Он легче стандартного Максима, но все же весит 18 килограммов без воды и 20 килограммов с водой, в то время как Льюис весил 12 килограммов вместе со снаряженным магазином. Тем не менее, Максим по-прежнему заряжался с лентой. Средний пулемет можно зарядить ленту на 250 патронов, но обычно они использовали ленты на 50 75 патронов. Главная проблема этого пулемета его неуклюжесть. Он был почти вдвое тяжелее Льюиса, и при попытке наступления по ничейной территории, когда вода плечется в здоровьем кожухе. крайне неудобно. А из Льюиса можно было стрелять на ходу, и в любой момент бросить на землю и установить насоску. Немцы так и не изобрели конкурентный с Льюисом или Баром легкий воздушно-охлаждаемый пулемет, и остались с этим вплоть до 1918 когда был подписан МИР. Во время Первой мировой войны у британцев был, пожалуй, лучший легкий пулемет. Пулемет Льюиса изобретен американцем и принятый на вооружение британской армии. Затем первенство перехватили американцы с Баром, автоматической винтовкой, сконструированной Джоном Браунингом. У французов был этот CSRG, названный так в честь четырех французских офицеров, которые его сконструировали. В мире он был известен как худший пулемет из когда-либо созданных. По слухам, когда их получили американцы в начале войны, прежде чем им выдали Браунинги, они их попросту выбросили. В нем применялся французский 8-мм патрон Лебел, который был одним из первых патронов на бездымном порохе, использовавшийся также винтовки Лебелы. 20-ти зарядный магазин был вот такой полукруглой формы в виде банана. Весьма своеобразно. К тому же, это было весьма привередливое оружие. Оно работает на так называемом принципе долгого хода. При выстреле затворная рама идет вперед, затем соединяется со стволом, а инерция выпущенного патрона перезаряжает оружие. Затворы вместе со стволом возвращаются назад, казна отворяется, ствол летит вперед, захватывает новый патрон, и оружие перезаряжается. Но стоит хотя бы частички грязи попасть в движущиеся части, он тут же заедает. Французы не сильно беспокоились, проработает ли он дольше пяти секунд, и потому проделали большие дыры в магазине, чтобы видеть, сколько в запасе остается патронов. В итоге все, что оставалось противнику, это подождать, пока в траншее магазин забьется грязью, если раньше этого не случится с оружием. Как я уже говорил, их считали худшими пулеметами в истории. Они были сделаны по крайней низким стандартам в маленьких мастерских. у них была ужасная репутация. Видимо, они вообще разрабатывались не как легкие пулеметы. Это не Брэн, не Льюис, не Барр. Это автоматическая винтовка. У французов в то время была концепция так называемого блуждающего огня. Каждый стрелок, вооруженный винтовкой Шошо, носил винтовку у бедра вот так, и продвигаясь по ничейной территории, на каждый шаг левой ноги он сжал на спуск. В некотором смысле это эффективная тактика. Когда американцы прибыли во Францию, они поняли, что оказались на очень мобильной войне, которая строилась вокруг легких пулеметов. Не имея такого оружия, они закупили 7000 таких французских образцов. Переделали их под свой 20-ти зарядный магазин, поскольку у американцев были прямые обоймы, но по сути они были ничем не лучше французской версии, и американцы терпеть их не могли во время Первой мировой. Винтовки Шошо быстро канули в лету, но сегодня сохранилось несколько образцов, в том числе и в Англии. Когда экспедиционные войска США добрались до Франции, Первая мировая закупная война переросла в мобильную, и американцы приняли французскую концепцию блуждающего огня. Передвигаясь по ничейной территории с полуавтоматическими винтовками, делали по выстрелу на каждый шаг левой ноги. Американцам пришлось взять винтовки Шошо, но в то же время они попросили именитого оружейника Джона Браунинга сконструировать нечто получше, и он это сделал. Он явил миру автоматическую винтовку Браунинга, или Бар. И если Шошо была вероятно худшей автоматической винтовкой, которая постоянно заедала и ломалась, то Бар был наверное самой лучшей. Это невероятно надежное оружие. Его приняли на вооружение в конце Второй мировой войны, и она была на службе в ходе корейской и на ранних этапах вьетнамской компании. В ней был 20-ти зарядный коробчатый магазин, два режима ведения огня, одиночный и автоматический. По сути, это не совсем легкий пулемет. Там не было сменных стволов. Это винтовка, которая могла переключаться в автоматический режим. Переключаем и получаем автоматическое оружие. Как я сказал, винтовка Бар Джона Браунинга была чрезвычайно надежной и послужила славную службу разным странам мира. Основной ее калибр 30-06, 8-миллиметровый патрон 7-62. Это легкое оружие, весившее порядка 6 килограммов, с 20-ти зарядным магазином, разработанное Браунингом для тактики блуждающего огня. Это был непревзойденный для своего времени проект. Но даже потом она была в арсенале американской армии в качестве оружия поддержки на уровне взводов в ходе кампании в Корее и начала Вьетнама. Это оружие использовали самые известные преступники, например, Бонни и Клайд. Они испеливали у Бара ствол и приклад. и делали из него настоящий пистолет-пулемет. Эти люди долгое время были неуловимы и наводили ужас на весь штат благодаря своему крайне эффективному оружию ближнего боя. Это датский Маздан. Довольно специфическое оружие с уникальным механизмом. В нем используется наклонный стопор затвора типа Мартини. Когда вы стреляете, стволы затвора вместе откатываются назад, и там внутри есть наклонный стопор, который выталкивается вверх, зацепляет патрон из магазина, который затем выстреливает. Это довольно неуклюжая система, однако работает она на редкость хорошо. Сконструирована она была в 2014 году и принята на вооружение в 48 странах по всему миру. В данной модели используется стандартный 303 датский калибр с патроном 8 миллиметров. Ее закупали британцы на ранних этапах испытания пулемета Брэн. Здесь 30-ти зарядный магазин, гарамонский взводный механизм, но это легкое оружие и, несмотря на неуклюжие черты, довольно хорошие. С инженерной точки зрения оно вообще не должно работать, однако работало оно прекрасно и нашло применение в датской армии даже в 60-х годах. В период испытания легкого пулемета в конце 20-х, начале 30-х годов, чтобы заменить старый добрый Льюис, было несколько претендентов, которые сваливались на первой и второй кочке. Первым был пулемет Бердмар Фарквар. Его проблемой было то, что у него был магазин с перемычкой, а злейший враг всех магазинов пыль и грязь, что сказывалось на их надежности. А вот еще один образец рана, сошедший с дистанции. Как и прочие его коллеги по несчастью из-за недостатка надежности. Это пулемет Викерс Ходжкис, и вы, наверное, помните эти имена. Викерс и Ходжкис объединили усилия для производства этого пулемета 303-го калибра. Он был надежен и прост в использовании. Но уж слишком отставал от следующего кандидата, что уже был на подходе. На испытаниях было два образца бара. Первый был прямым продолжением пулемета Браунинга, а второй был разработан командой Энфилд. Они хорошо себя проявили, но была одна проблема, о которой мы знали с самого начала. Мы не сможем собирать их по лицензии, их придется импортировать, а мы хотели выпускать свои собственные пулеметы. Но Барри вы еще услышите. это еще одна модель пулемета Викерс Хочкес, созданная на замену той, что выбыла на ранних этапах испытаний. она была довольно популярна, но все же была вытеснена другим претендентом. Впрочем, надо сказать, что этот Викерс Хочкес дошел почти до конца. Мы его почти приняли. Этот пулемет был очень близок к победе. Еще один продукт Викерса, на этот раз совместно с Бертиером. Пулемет Викерс Бертиер был принят на вооружение Индии, где была на тот период отдельная армия. В нем используется примечательно изогнутый 20-ти зарядный магазин с патроном 303-го калибра. В нем вы вполне можете узнать магазин для винтовки. Все эти винтовки закупались, и использовались в ходе испытаний. А после, когда от них отказывались, магазины были списаны, поэтому была нехватка. Это что касается пулемета Викерс Бертиер. Викерс Бертиер. А вот кто победил. А вот кто победил. Устремите к нему свои взоры. Не оставив шансов всем остальным претендентам, чешский пулемет ЗБ занял пальму первенства. Некоторые его могли узнать. Недавно в 2009 такой был захвачен в Афганистане. Он применялся против войск Великобритании. Это прадедушка большинства знаменитых пулеметов британской армии. Это чешский пулемет ЗБ-30. Сконструированный в 1930 году. В начале 30-х годов майор Олксли из Королевского инженерного комплекса, будучи военом атташе в Праге, увидел, как это оружие испытывается в венгерской армии. Зная, что британцы также были заняты испытаниями с целью заменить достопочтенный Льюис, он тайком приобрел два образца и отбыл с ними в училище стрелковых вооружений в Хайве. Они оказались отличным оружием. В конечном итоге британцы попросили компанию ZB поставлять им определенное количество пулеметов. Но на этот раз они должны были адаптировать его под калибр 303. калибр патронов. после 179 тысяч они прекратили испытания, так как было и так очевидно, что это успех. Сначала выпускались магазины на 20 патронов, затем на 30 и это те самые магазины, что придавали своеобразие брену. патроны я покажу вам, так как одна картинка заменит тысячи слов. Когда вы нажимаете на спусковой крючок, стопор затвора двигается вперед и проталкивает патрон из магазина в патронник. Сразу после чего закрепляющая крышка затворяет казну позади ствольной коробки. И в этот самый момент оружие стреляет. Как только поле проходит газовую камору, некоторое количество газа, которого недостаточно для того, чтобы повлиять на скорость пули, перенаправляется вниз через сердечник и ударяет перед штоком. Он приводит в движение механизмы, которые затворяют казну. если спусковой крючок нажат, механизмы останавливаются, когда затворная рама находится позади следующего патрона. Посмотрите еще раз на быстрой скорости. Пулемет Брэн МК-2, упрощенный по распоряжению комитета Пилкингтона за оптимизацию стрелкового оружия под руководством не кого-то, а самого Реджинальда Шепарда, являвшегося сопроектировщиком Стэна. Давайте взглянем на него с другой стороны. Как видите, здесь нержавеющая сталь, съемный пламя-гаситель и газовая камура. Всевозможные крепежные элементы для устаревших двойных прицелов удалены. Лишний газовый цилиндр был удален. приклад уменьшен примерно до полутора дюймов толщину и сделан из орехового дерева. Внутри оружие осталось прежним. Однако, посмотрите вот на это. Перед вами пулемет Брен МК-3. Брен, который был доведен практически до совершенства. так называемый легкий пулемет Брен. Давайте посмотрим на него. Посмотрим на укороченный ствол. Вот ствол нормальной длины для сравнения. Итак, ствол облегчен. ствол 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 рамы, как видите, представляет собой урезанную модель МК-1. Даже приклад облегчен по сравнению с моделью МК-2. Удалено все лишнее. И теперь он весит 19 фунтов вместо 21 или 23. трех. Но суть та же. Брен должен был стать оружием на все случаи жизни, в том числе и противовоздушным. Вы видите, что с этой треногой он приобретает все, чтобы превратиться в орудие ПВО. И когда он устанавливался таким образом, стрелок мог использовать его в качестве средства противовоздушной обороны, обстреливая очередями вражеские самолеты. В магазине на четыре патрона приходился один трассер для более эффективного прицеливания. Меня призвали в начале 50-х. Основную подготовку я прошел в Ирландии. Затем попал батальон в Берлине, откуда нас отправили в Корею. А закончил я службу в Кении. Тренировка была пять патронов на сто ярдов, затем заряжаешь еще полмагазина. Давалось две попытки. Вторая часть заключалась в том, чтобы вернуться назад на 300 ярдов, выстрелить очередь, пробежать до 200, сделать еще очередь, добежать до 100 и расстрелять остаток магазина. После этого ты становишься квалифицированным пулеметчиком. Так готовили стрелков и заряжающих. Работа заряжающего в том, чтобы магазин был всегда полон, и оружие произвело как можно больше выстрелов. Тебе выдается мешок с боеприпасами и магазин. Если никого нет, ты просто заряжаешь магазин. Если слышишь выстрелы и вдруг они прекращаются, берешь магазин и несешь. Даже если было сделано всего 5-10 выстрелов, все равно бежишь туда и несешь магазин. 5-10 раундов и выстрелили. Субтитры Продолжение следует...